здравствуйте в алтайском крае стартовал необычный экологический проект чистые родники алтая почему я называю его необычным да просто в обывательском понимании родник родниковая вода это по умолчанию что-то абсолютно чистое так ли это всегда и вообще зачем нужны подобные проекты нам расскажет координатор чистых родников алтая валентин смирнов здравствуйте здрасте но мы давно знакомы поэтому на ты если не против и так когда появилась идея этого проекта и кратко в чем его суть до проект это новый стартовал вот буквально полтора месяца назад проект конечно достаточно давно появился у нас как идея давно он появился как результат от работы с различными школьными группами с общественными объединениями то есть процессе сбора информации о природных достопримечательностях края мы получали постоянную информацию о различных родниках источниках воды природных и как бы такая появилась идея что нужно каким-то образом систематизировать эти вот эту всю информацию и попытаться разобраться вообще на самом деле что происходит вот в этой области то есть в в области природных источников воды. Когда это стало возможным и почему, если идея появилась не вчера? Мы несколько раз подавали заявки. В конце прошлого года фондом грантов президента для некоммерческих организаций была поддержана наша заявка. И вот до осени этого года мы будем работать по этой программе. Но должен сразу сказать, что мы планируем... Сам грант этот, он как бы такое начало. То есть мы надеемся, что он даст такой толчок для того, чтобы запустить процесс исследования, сбора информации об этих объектах и начать такую большую работу. Кратко, по сути. То есть это перепись известных родников, это поиск новых. И что будет входить в это описание? И так, и так. То есть с одной стороны мы ведем такую обширную работу по литературным источникам, по историческим данным, потому что тут очень интересные сюжеты различные появляются. Как раз вот связанные в том числе с историческими фактами. Потому что тема родников, она не только связана с водой непосредственно, это еще и различные такие истории, скажем, истории-исторические. Это какие-то факты, связанные даже с какими-то личностями и так далее. Вот. И мы, конечно, это одна такая большая задача. Вторая, это то, что мы запустили специальный ресурс информационный. И вот как раз занимаемся тем, что привлекаем такое общественное, широкие общественные массы для того, чтобы люди, которые знают о своих родниках, потому что очень много людей у нас в регионе, которые занимаются этой темой, на самом деле, мы сами удивились, когда только начали проект развивать, что есть огромное количество групп, которые вот, особенно в сельской местности, которые занимаются этой темой. То есть ухаживают, делают какие-то работы по благоустройству, по очистке, по поддержанию в состоянии. Вот. И вот эта информация, она в целом будет собираться. То есть и так, и так. И кроме того, я знаю, будет проводиться химический анализ воды. Да. Здесь как бы работа, на самом деле, состоит, сам проект, он включает из себя несколько этапов. То есть один, первый вот этап, который сейчас, это такой этап сбора информации, то есть информации, которая поступает именно, то есть вот инициативных групп, это просто от людей, от жителей нашего региона. А вторая, это вот сбор информации по литературным источникам. И рядом с этим проведение общественных мероприятий, вот просто для ознакомления с этой темой, с проблематикой, которая вот связана с темой родников. И плюс к этому, как следствие, уже после окончания сбора информации, будет проводиться экспедиционная работа. Вот, собственно, ну, конечно, мы вряд ли сможем все родники посетить, но вот те, которые ключевые, будут выделены в процессе вот сбора, вот первого этапа, мы постараемся посетить и собрать, им информацию максимальную, то есть не только фото, не только вот осмотр территории, оценка состояния прилегающих территорий, ну и химические анализы вот той воды, которая вот из этих родников. Зачем? Люди считают, родник, тем более, допустим, святой источник, это 100% живительная влага, которую можно пить в любых количествах, более того, нужно пить, люди заготавливают, бывает, на целый год. Зачем это еще анализировать? И так же вроде все понятно. Да, я тут с собой абсолютно согласен, я сам знаю, у меня друзья, которые, скажем, еженедельно ездят на некоторые родники, набирают там порядка 70-100 литров воды, такое, в общем, достаточно популярное явление. Дело в том, что не все так просто, потому что родники, вот так как это природные объекты, они подвержены огромному количеству факторов, внешних, прежде всего, да, природных факторов. И, в частности, это вот связано с тем, что как вода вообще попадает в них, каким образом, то есть как это фильтруется, каким образом это откуда что смывается. И поэтому, на самом деле, родники, вот нельзя сказать, например, что роднике вода чистая, вот абсолютно вот точно, потому что это вот состав воды, он меняется в течение сезона. Понятно, что если мы, вот нужно особенно аккуратно, скажем, сразу вот говорить о том, чтобы быть, например, в период палатков или половодия на территории, когда вот идет интенсивный смыв поверхностный, вот, и это очень велика вероятность попадания веществ, скажем так, не очень хороших, которые улучшают качество воды, вот, собственно, саму воду, потому что это может привести к каким-то негативным последствиям. То есть, поэтому, конечно, для того, чтобы лучше разобраться в этой теме, то есть нужно, конечно, понимать хотя бы базовый химический состав вот по ключевым источникам. Вот, собственно, эта работа, она вложена в этот проект, и она будет проводиться. До основного количества родников мы доберемся только весной и летом, когда туда можно будет, собственно говоря, проехать до большинства из них. Но вот мы, да, буквально недавно сделали первый анализ, да, свято-никольский источник в Барнауле фактически, вот. Есть уже какие-то первые результаты химического анализа, что народ пьет? Я напомню, кто не знает, около года назад был такой небольшой скандал, несколько семей попросту отравились водой, которую набрали в этом источнике, на время его доступ к нему ограничивали, не рекомендовали, скажем так, набирать воду. И вот мы сделали первые пробы, да, какие уже есть результаты? Ну, мы здесь очень аккуратно подходим, как бы вообще к этой проблемке. То есть сейчас вот были, мы как раз отобрали вместе вот с тобой и с ребятами, отобрали анализы, отдали на обработку в лабораторию. Сейчас вот первые результаты стали поступать. Ну, о чем можно сказать? Можно сказать о том, что достаточно высокая минерализация. Это говорит о том, что присутствие элементов, то есть нужно проводить, конечно, более глубокое исследование, это займет просто больше времени, чем мы ожидали. Ну, думаю, где-то вот в течение недели где-то мы будем знать уже более такую целостную картину. Ну, а пока можно сказать, что нужно этим источником заниматься, то есть нужно, он требует к себе внимания. Ну, то есть минеральная вода из-под земли идет, так это же хорошо, минеральную воду вот в магазинах продают. Ну, с одной стороны, да, я с тобой соглашусь, а с другой стороны, нужно понимать состав. То есть минерализация, это значит, что в ней присутствуют различные элементы, нужно четко понимать, потому что есть элементы, которые, скажем, полезные, а есть те, которые как бы лучше, чтобы их не было. Вот, собственно, задача химического анализа, это вот получение вот этой информации. И информация по химическому составу будет добавлена как раз в вот эту карту, карту родников будущих, да? Да, вот, собственно, ключевым таким моментом проекта является этот вот публичный ресурс, он уже сейчас работает, идет сбор информации, то есть это вот карта и реестр, собственно, родников на территории края. К каждому роднику, помимо его описания общего, каких-то общих характеристик, состояния территории, благоустройства, будет в процессе уже выполнения вот работ, будут добавляться в том числе данные химического состава. Ну, не может же быть, что вы первые такие умные, кто догадался сделать реестр, наверняка когда-нибудь уже составили список, ну, это же водный объект, это же стратегическая, так сказать, информация. Ой, да, ну, конечно, нет, конечно, мы не первые абсолютно, это точно, в крае проводилось огромное количество работ, на самом деле, потому что у нас очень много, во-первых, нельзя же говорят, что наш регион – это край тысячи озер, ну, соответственно, и рек, но по родникам можно то же самое сказать, потому что вот косвенно, так сказать, вот та информация, которая у нас есть по нашей базе, мы думаем где-то порядка полутора-двух тысячах объектов, вот. В самом проекте у нас заложена работа по двустам родников, объектам, но это связано, прежде всего, с тем, что, скажем, мы не являемся там крупной какой-то проектной организацией, просто работа такого уровня, скажем, это, ну, это очень серьезная, она требует привлечения огромного количества ресурсов, в том числе человеческих и финансовых, и в рамках проекта как бы невозможно такую работу просто обеспечить, поэтому мы вот за себя задачу поставили 200 родников, и в этот список будут включены ключевые точки, то есть те, которые наиболее значимы, собственно, для человека, те, которые посещаются, те, которые расположены вблизи населенных пунктов, известны, или, может быть, неизвестны, скажем так, для широкой публики, но посещаются, например, туристами регулярно. Вот мы знаем, например, на Синюхе, да, гора Синюха, в Куринском районе там есть родник на склоне, который, в принципе, каждый, кто туда идет, да, при подъеме, в принципе, его все знают, кто ходит по этому маршруту. Вот, таких объектов, на самом деле, много. Проводились комплексные исследования специализированными гидрогеологическими организациями, но это все, как правило, было связано, в первую очередь, вот в период, советский период, да, вот исследования проводились. В настоящее время вот таких комплексных работ, как бы, вот именно по краю, не проводилось. Есть аналоги таких работ в других регионах. Например, крупнейший проект проходил в Ленинградской области, проводился, он проводился, кстати, вашими коллегами из Комсомольской правды, совместно с Роснефтью, была проведена огромная работа по инвентаризации тоже вот родников в Ленинградской области. Там немножко другая задача ставилась, там был поиск наиболее чистого родника, но попутно, как бы, выяснялись вот такие же проблемы, снимались сюжеты, то есть такая интересная очень работа. В Ульяновской области сейчас проводится такая комплексная работа на уровне Министерства природных ресурсов Ульяновской области по обустройству именно, по приведению в порядок прилегающей территории, что на самом деле очень важно, потому что прилегающая территория для родников – это такой определяющий момент, потому что это как раз вот хорошая территория, которая вокруг родника, она обеспечивает, собственно, непопадание вот таких вот самых каких-то факторов, то есть ухудшайших качеств воды. Здесь благоустройство территории тоже предусматривается, да? Да, в первую очередь именно благоустройство, потому что вот работы, ну, если так говорить, профессиональным языком каптажа, да, вот обустройство, собственно, самого вот родника, вот выхода воды, это работы, как правило, связаны, во-первых, с такими достаточно большими финансовыми вложениями, то есть требует, это уже такое промышленное. Вот, второй момент, что не всегда можно эти работы производить, потому что родники, например, могут расположены быть в лесной зоне, где уже просто по закону нужно соблюдать определенные нормы и нельзя производить, например, если это территория ОПТ, особо охраняемая природная, заказник или заповедник, тоже тут есть определенные ограничения. Ну, здесь заложено примерно сколько родников будут там, лавочки появятся, я так понимаю, да? Вот в процессе, вот сам проект сейчас заложено у нас 20 объектов, то есть это вот именно проведение таких комплексных работ по обустройству территории, то есть это вот где-то это будут лавочки, где-то это будет обустройство сруба, где-то это будут быть навесы какие-то, ну, это уже будет решаться в конкретном каждом, на конкретном каждом объекте. Вот, мы активно сейчас подключаем просто, так сказать, софинансирование к проекту, то есть ищем вот партнеров, да, полонтеров, партнеров, и, в принципе, я думаю, что, может быть, это количество объектов будет расширено. Пришлось дожидаться получения финансирования определенного, да, для реализации этой давней задумки. А вот, грубо говоря, сколько стоит изучить и облагородить один родник вообще? Насколько это затратное дело, вот если в цифрах? Ну, вообще, вот как сама грантовая поддержка, которая была получена, она составляет порядка миллион, миллион семьсот, вот то, что было получено от фонда. Но эти деньги, понятно, они идут и на проведение мероприятий, и, собственно, на исследования. Большая часть этих средств это, собственно, химия, химические исследования, потому что это очень самый такой финансовый, емкий. Сколько стоит один анализ одного родника? Вот, скажем, ну, здесь цены очень сильно варьируют. Полный анализ, вот, скажем, по-хорошему для того, чтобы получить сертификат, да, вот, скажем, на соответствие вот с АнПИН, да, стандартам. То есть это может достигать порядка 20 тысяч и более, то есть, да, если выполнение полных. То есть мы, как бы, разбиваем эту задачу на этапы, то есть сначала проводим общие анализы, потом вот уже, если не надо где-то уточнять, то есть уже более, так сказать, будем более подробно проводить исследования. Вот, и это как бы такая часть. Ну, и понятно, что очень большой блок, это экспедиционный, потому что большинство объектов придется просто физически посещать, потому что, например, по многим из них нет ни фотоматериалов, ни каких-то описаний таких серьезных. Вот, в общем, вот такие вот затраты. Просто, чтобы добраться, нужен бензин. Да, ну, это основная, к сожалению, топливная проблема. Это одна из основных статей, то есть проекта. То есть сначала, вроде как, миллион с лишним, это много, а видишь объем работ предстоящих, понимаешь, что это очень мало. Да, я думаю, знаете, на самом деле, что здесь вот ранг таких проектов, это вот можно сразу добавлять несколько. Для того, чтобы просто сделать в целом эту работу, это нужно, во-первых, огромный коллектив, это нужна такая команда и, собственно, серьезные, очень финансовые вливания. Валентин, спасибо за очень интересный рассказ. А я напоминаю, у нас в гостях был координатор проекта «Чистые родники Алтая» Валентин Смирнов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова